Здравствуйте! Сегодня наш видеообзор расскажет вам о новой полнокадровой зеркальной фотокамере Nikon D4. Оснащен фотоаппарат с MOS-сенсором FX формата с разрешением 16,2 мегапикселя. Диапазон чувствительности матрицы установлен в рамках от 100 до 12800 ISO. В расширенном режиме у пользователя будет возможность установить ISO от 50 до 204800. Обработкой изображений занимается новый процессор XP3. Ресурс затвора UD4 400 тысяч срабатываний. Изготовлен он из прочного кевлара и карбона. Скорость работы затвора 1,008 секунды, а синхронизация со вспышкой 1,250. Оболочка фотоаппарата изготовлена из магния. Места соприкосновения с рукой прорезинены, а интерфейсные разъемы надежно спрятаны под резиновые накладки. Переднюю часть корпуса занимает крепление под объектив, фиксатор оптики, синхроконтакт под вспышку и пульт ДУ, а также переключатель между режимами авто и ручной фокусировки. Левее перфорированный навигационный диск, функциональная клавиша FN, а также кнопка PV, которая отвечает за проверку глубины резкости. Левее горячего башмака находится диск выбора режима серийной и покадровой съемки, над которым расположены кнопки настройки брекетинга, экспозомера и вспышки. Правее воспомогательный монохромный экранчик. Над ним клавиша спуска затвора, сдвоенная с многофункциональным рычажком, который отвечает за активацию питания, подсветку дисплея и органов управления. Рядом с ним кнопка экспокоррекции, прямой активации видеосъемки, а также клавиша Mode. Тыльная сторона фотоаппарата поместила на себе основной и еще один воспомогательный дисплей. Основной дисплей Nikon D4 диагональю 3,2 дюйма и такого же разрешения как у D3S 921000 точек. Видоискатель новинки обладает 100% покрытием кадра и коэффициентом увеличения 0,7. Левее от видоискателя находится клавиша просмотра и удаления фото. Над ними кнопка входа в меню, защиты фото, масштабирование при просмотре, а также кнопка подтверждения команд и вызова дополнительной информации. Под монохромным экранчиком расположены клавиши подстройки ISO, качество изображения, баланса белого и активатор голосовых заметок. Рядом переключатель между режимами фото и видео, совмещенный с кнопкой входа в режим Live View. Правее видоискателя – активатор принудительного автофокуса, перфорированное навигационное кольцо и джойстик, отвечающий за выбор точки фокусировки. Рядом – рычажок блокировки точки автофокуса, выше него – мультиселектор. Там же, на задней части камеры, находится двойной слот под карты памяти формата Compact Flash и XQD. Nikon D4 – первая фотокамера, где применяются новые XQD-карты, созданные Compact Flash Association. Новый формат потенциально более перспективный, чем Compact Flash. Он меньше по размерам и намного быстрее. Скорость записи данных в XQD – до 125 Мбайт в секунду. Левая сторона фотоаппарата занята интерфейсными разъемами, среди которых порт для Wi-Fi-трансмиттера, USB, разъемы для подключения внешнего микрофона, аудиовыход, а также Ethernet и HDMI-порты. Под ними батарейный отсек. В Nikon D4 дебютировал новый аккумулятор – EN-EL18, емкости которого хватает на 2600 кадров. Для удобной съемки не только в альбомной, но и в портретной ориентации, некоторые органы управления фотоаппарата продублированы на альтернативной рукояти. Здесь расположились еще одна клавиша спуска затвора, функциональная кнопка и перфорированный диск с джойстиком выбора точки фокуса. К новому фотоаппарату компания Nikon выпустила и новый Wi-Fi-передатчик VT5. Энергию для работы он получает непосредственно от камеры. С помощью этого приспособления вы можете дистанционно управлять камерой прямо с ноутбука, планшета или смартфона. Под вашим контролем окажется широкий диапазон настроек, режим экспозиции, выдержки, биофрагма, ISO, инициализация спуска затвора, выбор точки фокусировки и многое другое. Nikon D4 оборудован датчиком автофокусировки, который обладает 51 точкой, 15 из которых крестообразные и работают с объективами со светосилой 5,6 единиц или светлее. А 11 центральных точек являются высокочувствительными и сохраняют крестообразность с объективами, у которых значение диафрагмы от 8 единиц. Также на оснастке камеры новый сенсор для экспозамера с разрешением в 91 тысячу пикселей. При съемке он отвечает за определение баланса белого, опцию Active Delighting, а также распознавание лид. На основе собранных датчиком данных сложный алгоритм определяет сюжет съемки и рассчитывает оптимальную экспозицию. По сравнению с предшественником D3S, новинка получила еще более быструю серийную съемку. Теперь камера способна выдавать 10 кадров за секунду при включенном автофокусе и замере экспозиции, и 11 кадров за секунду при их блокировке. D4 может снимать видеоролики в Full HD формате со скоростью 30, 25 или 24 кадров в секунду с битрейтом до 24 МБ в секунду. Фотокамера также позволяет вручную контролировать уровень громкости. Однако главная особенность режима состоит в том, что теперь у вас будет возможность экспортировать нержатое видео через порт HDMI, и уже потом обрабатывать его непосредственно на компьютере. Nikon D4 весьма недешевый продукт, предназначенный в первую очередь для профессионалов. Поэтому каких-либо изъянов в самих снимках трудно найти. Исключительно точная цветопередача и балансировка экспозиции, реалистичное воспроизведение теней в кадре, отсутствие пересвета и отменная динамика экспозиции – это лишь то немногое, что подарит вам данный фотоаппарат. Качественная репортажная, студийная или пейзажная съемка под силой Nikon D4. Высокая скорострельность поможет уловить самый непредсказуемый сюжет. Точность оттенков подарит непревзойденные портреты. Четкость прорисовки запечатлит малейшие детали любого объекта. Высокий диапазон чувствительности дает возможность свободно работать вплоть до 6400 и 100, а в отдельных случаях и на 12800. Nikon D4 – достойная смена D3S. Он стал быстрее, надежнее и удобнее в использовании. Выпуская эту модель, компания Nikon применила все то лучшее, чем располагает на сегодняшний день. И это дало результат. На наш взгляд, Nikon D4 на ближайшие несколько лет становится одной из лучших репортажных фотокамер профессионального класса. А на сегодня все. До свидания.